Особое мнение на 101FM Появится видео-аудиозапись нашего эфира и, возможно, даже расшифровка. Есть вопрос у Толега Николаевича. Давайте мы с него начнем и перейдем уже к нашим вопросам. Он спрашивает вас, кого вы считаете лучшим юристом в Кирове? Лучший юрист Кирова еще не родился, я думаю. Лучшие события в вашей жизни у вас впереди. У всех впереди. Вспоминая собачье сердце. Хорошо. Давайте с Парка Победы начинаем. Вы уже давали комментарий по поводу задержания Леонида Ефаркина, учредителя Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения. Вы считаете, что это не единственное персоналие, которое, скажем так, задержано и подвергается в некотором смысле следственным действиям. Давайте сразу оговорим следующее. Все-таки пока не существует никакого приговора суда. Конечно. Человек считается невиновным. Абсолютно. Да. Мы не знаем ни о действительно роли господина Ефаркина, либо еще кого-то в подобного рода деле. Я когда высказывал свое суждение, я исходил из того, что любая сделка по отчуждению муниципального имущества не может совершаться без участия хоть кого-то из муниципальных служащих, из чиновников. Господин Ефаркин таковым не является. Соответственно, если дело продолжается, и следствие убеждено, что все-таки подобного рода операция по продаже части земельного участка Парка Победы является незаконной, это означает, что и само следствие, на мой взгляд, усматривает точно так же наличие какого-то возможного сговора между приобретателями этого имущества и чиновниками администрации, либо нынешними, либо бывшими. Все просто. Ну, то есть вы предполагаете, что кто-то из этих чиновников, чье-то имя будет названо в ближайшее время? А в какой примерной перспективе? Насколько отдаленно? Ну, я исхожу, Аня, смотрите, из чего. В настоящий момент по отношению как минимум к одному человеку, господину Ефаркину, применена мера принуждения государственного. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Это, конечно, не заключение под стражу, но, тем не менее, все равно это стеснение свободы передвижения человека. Это означает, что в течение ближайших дней ему будет предъявлено обвинение. Максимальный срок – 10 дней с момента избрания меры пресечения. Это будет означать, что следствие уже располагает, я думаю, в настоящий момент, как минимум несколькими фамилиями возможных потенциальных фигурантов. Почему? Потому что господин Ефаркин не может никак выступать в роли исполнителя какого-либо деяния. Он может исключительно выступать в роли процессуального соучастника. То есть он может быть организатором с точки зрения уголовного кодекса, может быть пособником, кем угодно, но никак не исполнителем. Соответственно, следствие, если предъявляет обвинение кому-то одному из числа членов группы лиц, но это означает, что фамилии остальных членов этой группы лиц следствия уже известны. Они просто сейчас публично не объявлены. А почему? Ну, откуда я знаю? Понятно. Я в следствии не работаю уже давно, так что не могу комментировать. Я просто думала, может быть, есть какие-то стандартные принципы, по которым не озвучиваются. Ну, тайна следствия-то святое, прежде всего. Значит, не озвучивается, значит, следствие считает, пока озвучивать что-то рано. Может быть, не все фигуранты еще установлены. Может быть, следствие опасается, что из личной публичности в подобного рода деле приведет к тому, что кто-то может попытаться скрыться, к примеру. То есть возможностей, предполагаете, у горожан очень много, безусловно. Но здесь нам действительно остается только лишь следить за развитием событий. То, что дело не остановилось, не кануло в небытие, не погрязло под ворохом бумаг, на мой взгляд, показывает, что за него взялись достаточно серьезно, и это не может не радовать. Рассчитываю, что в любом случае мы узнаем истину. Я правильно вас понимаю? То есть Леонид Ефаркин будет не единственным в любом случае? Он не может быть единственным. В таком случае у меня к вам вопрос по поводу меры пресечения как раз. Вот домашний арест, насколько я понимаю, считается довольно мягкой мерой. И обычно, опять же я могу ошибаться, избирается подследственному, подозреваемому или обвиняемому по двум причинам. Первое – это состояние здоровья, может быть возраст уже еще что-то. И второе – это активное сотрудничество со следствием, как говорят. То есть если человек активно сотрудничает со следствием, его чаще всего свободы не лишают, а свободу ограничивают. – Согласен с вами. Единственное поправлю, что состояние здоровья само по себе не может являться основанием для избрания подобного рода меры пресечения как домашний арест. Все учреждения, системы ВСИН обеспечены доступом к качественной медицинской помощи. – Вы шутите сейчас? – Я вам цитирую норму закона. – Ага, понятно. – Я просто вспоминаю огромное количество жалоб, которые существуют в интернете, в том числе на профильных сайтах и в СМИ, о том, что совсем там не так все благополучно с медициной. – Безусловно, содержание в следственном изоляторе никоим образом не способствует укреплению здоровья. – Ни санаторий. – Ни санаторий, да. – Но, с другой стороны, и откровенных вопиющих случаев неоказания медицинской помощи встречаются, но не так много. Я просто пытаюсь сказать о том, что так как, исходя из федерального законодательства, любой следственный изолятор призван обеспечивать здоровье граждан, которые в нем содержатся, плохое состояние этого здоровья, оно не может препятствовать помещению человека для отбывания, ну, даже не наказания, а для временного нахождения внутри следственного изолятора. – Если уж только человек не страдает какими-то заболеваниями, которые просто исключают лишение его свободы и помещение в систему ФСИН. То есть есть перечень заболеваний, которые просто исключают человеку назначение такого наказания, как лишение свободы. В данном случае, как правило, следствие обычно по практике всегда ходатайствует об избрании такой меропречения в том случае, если подследственный каким-то образом, безусловно, сотрудничает со следствием. – Когда подследственный не скроется по мнению следователя, который ведет дело, не будет препятствовать в проведении следственных действий. – Оказывать давление на свидетелей. – Оказывать давление на свидетелей, да. Соответственно, здесь можно сказать о том, что если сразу при избрании меры пресечения господина Ефаркина в следствии ходатайствовало о избрании подобного рода меры пресечения, как домашний арест, не самый жесткий. Но это означает, что господин Ефаркин, наверное, находится на правильном пути, скажем так. – С точки зрения следствия. – С точки зрения следствия, да. Значит, и как минимум не будет препятствовать проведению всех следственных действий. – То есть это не… Тут тоже такая есть история, да, о которой можно подумать. – Ну, еще раз, следственная тайна – штука, придуманная не нами с вами и, на мой взгляд, абсолютно обоснованная. – Ну, представьте, до чего бы мы докатились, если в ходе расследования всех уголовных дел следователь сообщал общественности, в том числе и потенциальным подозреваемым, обвиняемым, все свои наметки, все свои грядущие процессуальные действия, сообщал о всех оперативно-розыскных мероприятиях, которые он собирается только лишь осуществить. Ну, это же было бы профанацией самой идеи следствия. То есть здесь нам придется с вами какое-то время подождать, просто наблюдая за тем, как это дело развивается. Очень сильно рассчитываю, что если действительно следствие убеждено, что сделка по продаже части Парка Победы является сделкой кривой, в итоге это имущество вернется все-таки в муниципальную собственность, что нельзя не приветствовать. – А вы говорили тогда, да, что тут правило добросовестного преобретателя не работает, потому что имущество муниципальное. – Да, здесь, конечно, встанет масса вопросов, которые в последующем нужно будет разрешать в судах. И по поводу возврат этих денежных средств, которые были уплачены, пусть в небольшой сумме, но тем не менее уплачены муниципалитету, там 300 с чем-то тысяч рублей, как раз заводом спортивного оборудования. Точно так же и встает вопрос о возврате тех денежных средств, которые в свое время Кировспецмонтаж уплатил за приобретение этого земельного участка в собственность. – Фактически последний покупатель, да? – Да, да, да. То есть цепочка достаточно длинная сделок всех, но если самая первая сделка из этой цепочки выпадет, и расследование этого дела закончится обвинительным приговором в отношении кого бы то ни было, ну, безусловно, здесь спрятаться за какую-то добросовестность будет невозможно. Здесь появится огромное количество, возможно, гражданских исков с требованиями о возмещении ущерба, убытков. – Эти иски будут предъявляться тем, кто выступал продавцами, не муниципалитету? – Нет, не муниципалитету. – Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся. – Особое мнение на 101FM – Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы продолжаем выслушивать его особое мнение. Ну, вот не могу не задать вам вопрос про мусор, про ведущую мусорную реформу, которая вступает в действие с января будущего года. Все ближе это время, все ближе этот момент. До сих пор неизвестен тариф. Мало того, как вчера выяснилось в нашем эфире, до сих пор непонятно еще, каким образом мы будем платить. С квадратного метра будет рассчитываться этот тариф, либо с человека. Вот разные есть мнения, в том числе с квадратного метра есть мнение, что платить более выгодно, потому что Киров – это город, куда съезжаются жить из районов области. Очень многие сейчас снимают жилье, не всегда там это происходит по договору еще как-то, да. Прописан в квартире один человек или никто не прописан, а живут пятеро. И за вывоз мусора не платят, а мусор образуют. Вот поэтому сейчас задумываются о том, чтобы взимать плату, может быть, даже с квадратного метра. До сих пор непонятно. Вы как считаете все-таки, с квадратного метра или с человека? Мне повезло. Моя супруга имеет профильное образование математика, и я не вижу на самом деле здесь никакой проблемы составить формулу расчета. Здесь следует, на мой взгляд, сочетать и количество, одновременно учитывать в этой формуле, и количество граждан, которые проживают в квартире, и непосредственно количество квадратных метров, которые эта жилая недвижимость либо коммерческая имеет. Ведь в любом случае, согласитесь, что здесь невозможно всех под одну гребенку стричь. Почему есть две одинаковые однушки, в одной живет три человека, в другой один? Количество мусора будет, апрори, разное в любом случае. Соответственно, нужно как-то все равно сочетать оба этих параметра. В то же время я с вами абсолютно согласен, и с большинством наших слушателей тоже, которые и на сайте пишут эту ситуацию, и описывают, что есть масса квартир, которые люди покупали все время исключительно как инвестиции, в настоящий момент сдается приезжим из районов области, там никто не прописан, но, тем не менее, мусор все-таки эта квартира генерирует. То же самое это касается и коммерческой недвижимости. Ну вот у меня есть офис, например, там никто не прописан. Но мусорим мы, будь здоров, только резаной бумагой выбрасываем. У вас бумаг много, да? Да, выбрасываем очень большое количество. Соответственно, здесь, на мой взгляд, следует просто привлечь специалистов-экспертов, посчитать оптимальные способы расчета, ну и дальше довести это уже до сведения граждан. Могу привести пример какого рода о том, что, ну вот я часто бываю в странах Прибалтики, у меня есть там знакомые, там как раз используются комбинированные системы. Там каждый человек, который зарегистрирован на территории муниципалитета, платит ежемесячно определенный фиксированный сбор за утилизацию твердых бытовых отходов. И каждый собственник платит еще какую-то копеечку. То есть, если я живу, например, в съемной квартире, я в любом случае плачу какие-то деньги муниципалитету, так как я живу на территории этого муниципального образования. Простите, вот с Прибалтикой сравнивать город Киров, наверное, не совсем корректно, потому что в Прибалтике и вообще в Европе учитывается вот это вот все, проживание людей, там все официально зафиксировано, и у арендаторов есть какие-то даже права, те, которые нашим арендаторам и не снились, их там и выгнать не могут, и арендную плату не могут поднять больше, чем на сколько-то процентов. У нас это не работает, Елена Евгеньевич, у нас не будет арендатор платить за мусор. Ну, тогда будет платить собственник, просто как раз в данном случае, на мой взгляд, необходимо разрабатывать комплексную систему, которая учитывала бы и количество квадратных метров в каждом объекте недвижимости, который используется для работы либо для проживания, и количество граждан, которые в этой квартире постоянно либо преимущественно проживают. А как их посчитать-то? Посчитать? Если они живут нелегально. Ну, в этой части, позволю себе обратить внимание на то, что у нас проживание без регистрации является так-то административным правонарушением. До сих пор? До сих пор. Штраф небольшой, но, тем не менее, полторы тысячи рублей – это тоже деньги. Соответственно, в этой части у нас есть органы правопорядка, есть участковые, которые и до сих пор, кстати, очень часто проверяют, раньше это называлось соблюдение паспортного режима, проверяют вопросы, связанные с регистрацией граждан по месту их пребывания. Вы, знаете, ни разу не проверяли. Вам повезло. Ну, то есть они же должны постучаться в квартиру и сказать, а ну-ка скажите, кто здесь у вас живет? Вот это уже вопрос, который следует адресовать сотрудникам УМВД. Понятно. Потому что так-то это их прямая обязанность. Методы есть. Методы есть. Да, но за полтора месяца их не внедрить уже. Не внедрить. Никто не говорит о том, что, например, к началу нового 2019 года уже система должна быть полностью разработана, обкатана и устранены все возможные шероховатости. Главное понять основные принципы организации этой системы. Они до настоящего времени, насколько я понимаю, еще неизвестны. Но будем рассчитывать, что и наши депутаты, и сотрудники муниципалитета все-таки прислушаются к мнению всех возможных специалистов, к мнению горожан, и эту систему разработают, представят на суд общественности. А дальше любой закон, любое правило, любая норма, она корректируется в процессе жизнедеятельности. Это нормально? Видите ли вы какую-то проблему в том, что оплата за мусор пойдет по одной квитанции с оплатой за электричество? Не малейший. Что, простите, раньше мы получали одну квитанцию, где было включено все, потом где-то в каких-то домоуправлениях, в каких-то муниципальных образованиях квитанции начали делиться, потом где-то люди стали заключать отдельные договоры с каждой ресурсоснабжающей организацией. Здесь всего-навсего вопрос удобства. Мне бы было, например, удобнее получать одну квитанцию. С расшифровкой, как было раньше, сколько с меня планируют взять за вывозку мусора, за холодное и горячее водоснабжение, за электрическую энергию. К сожалению, это невозможно. Сейчас по электричеству у меня отдельный договор, по вывозке мусора отдельный договор, по холодной воде и горячей воде отдельный договор, по отоплению отдельный договор. И все приходится из разных квитанций, из разных личных комитетов. Еще капремонт, Яна Евгеньевича. Капремонт, да, не сказал, забыл. И телефон, если есть. Слава богу, снял. Был городской телефон, отказался. Достаточно сотого сейчас. То есть вам удобнее было бы в одном документе. Вопрос к чему? Не очень понятно, пока можно будет заплатить за что-то одно из двух, указанное в этом документе, или нельзя? Можно, можно. А как? Ну как, вы получаете квитанцию, где указано, сколько с вас планируют взять за свет и сколько за мусор. Вы можете оплатить всю квитанцию целиком, потому что это квитанция заполнена, не подразумевает частичную оплату. Если вы все-таки хотите, например, заплатить исключительно за свет или исключительно за мусор, либо и за то, и за другое, но по 50% и прочее, придется взять бланочек в банке, заполнить его собственными руками. Это же ваша воля заплатить не по этой квитанции, а по какой-то другой. То есть это возможно? Конечно. Это возможно. Все ресурсоснабжающие организации, Кировэнерго, КДУ, Водоканал и прочее, имеют интернет-сайты, информационные стенды, где размещены их платежные реквизиты, в каких банках, где у них открыты какие счета. Соответственно, здесь единственный человек, который решит оплатить по квитанции не все, ему придется самостоятельно оформить этот платежный документ. Ровно точно так же, как он приходит в банк оплачивать, например, госпошлину, либо налоги какие-то. Ну, то есть, если ты хочешь, немножко напрягись, но сделать можно. Да, к сожалению, позиции нашего государства уже давным-давно строятся на том, что каждый человек должен иметь, как минимум, собственную бухгалтерию, собственного врача, собственного юриста, собственного нотариуса и прочее-прочее, либо сочетать все это в себе с самым любимым. То есть, копить, коллекционировать все документы, касающиеся финансов, налогов, здравоохранения, сам рассчитывать налоговые вычеты, сам рассчитывать налоги, сам уплачивать все коммунальные платежи и участвовать на собраниях собственников многоквартирных домов с тем, чтобы принимать активное участие в управлении своей недвижимостью. Современная жизнь, к сожалению, подразумевает очень активную жизненную позицию. — Яна Чепотарев, юрист в нашей студии. Мы продолжим. Я думаю, что сейчас мы еще не пойдем на перерыв. Есть у нас одна тема, которую я бы просила вас прокомментировать, правда, не знаю, насколько вам будет удобно. Странная какая-то вчера произошла история с Алексеем Навальным, которого мы все еще помним, да, тем более, что история его связана с делом Киров-Леса. Алексея Навального не выпустили за границу, конкретно в Страсбург, на заседании Европейского суда по правам человека, объяснив это тем, что к нему имеются претензии со стороны службы судебных приставов. Ну, собственно, Алексей Навальный не улетел, и потом через непродолжительное время выяснил, что претензий у службы судебных приставов к нему нет. Речь идет о долге в два с небольшим миллиона рублей по делу Киров-Леса. Я хотела вас спросить, вот все-таки мы вчера с коллегами обсуждали, если гасить долг очень быстро, все равно проходит какое-то время, прежде чем, ну, условно говоря, документы дойдут до приставов и прочее, прочее, прочее. Приставы сказали практически сразу, что претензий к Алексею Навальному нет. Значит ли это, что их и не было? Нет, не согласен, не согласен. Вчера еще мне звонили ваши коллеги, Аня, из «Навигатора», по-моему, и как раз я заходил на сайт службы судебных приставов, видел там в картотеке исполнительных производств запись о том, что почему-то Кировским управлением Федеральной службы судебных приставов на Московской ведется исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного, дай бог памяти, Нагатинским районным судом города Москвы. Нагатинский районный суд не взыскивал никакой штраф по делу Киров-Леса. Штраф по делу Киров-Леса – это немножко другая ситуация, это у нас Ленинский районный суд. Нагатинский районный суд взыскивал ущерб, который был причинен господами Офицеровым и Навальным Киров-Лесу в результате совершения того деяния, по которому они и были относительно недавно осуждены. Здесь странности, безусловно, есть. Вот смотрите, Алексей Навальный вчера говорил о том, что две недели назад к нему не было никаких претензий, ведь долг этот образовался не вчера, условно говоря, он же раньше был. Ну, здесь все очень просто. Исполнительный лист поступает в службу судебных приставов не в автоматическом режиме. Взыскатель сам, Киров-Лес, например, решает, когда следует этот исполнительный лист представить на исполнение. Если я, например, с кем-то посудился, получил исполнительный лист, я могу не предъявлять этот исполнительный лист в течение трех лет и представить его, например, в последний день того трехлетнего срока, который мне отведен законом, для того, чтобы этот исполнительный документ все-таки отдать на исполнение пристава. Ничего странного здесь не вижу. Здесь может быть простая бюрократическая волокита, может быть утрата исполнительного листа и что угодно. А с отъездом Алексея Навального в Страсбург это случайно совпало, да? Ну, допускаю, что да. Две недели назад он говорил, что он выезжал за границу и претензий не было. Ой, вот в этой части, Аня, еще раз, здесь, я думаю, что здесь и Алексей немножко лукавит. Почему? Зная о том, что в отношении него имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании с него какого-то ущерба, даже будучи несогласным с этим решением по существу и продолжая его оспаривать в Европейском суде по правам человека, с тем, чтобы обеспечить себе как минимум отсутствие проблем с перечением государственной границы, господин Навальный не был лишен возможности в любой момент, даже не дожидаясь какого-то возбуждения исполнительного производства, оплатить данный долг помимо службы судебных приставов. У нас существуют возможности оплатить свои долги, даже если твой кредитор, которому ты должен, не хочет эти деньги от тебя получать. Тут ведь вопрос только желания. Меня большей частью в этой ситуации смутило следующее. Исполнительный лист выдан Нагатинским районным судом. Господин Навальный, если мне память не изменяет, он москвич. Прописан в Москве. И проживает в городе Москве. Что делал этот исполнительный лист на исполнение в службе судебных приставов города Кирова? Ну, здесь взыскатель находится. Еще раз. Исполнительное производство по закону возбуждается по месту нахождения и жительства должника, а не взыскателя, либо по месту нахождения его имущества. Ну, может быть, конечно, у господина Навального что-то на территории города Кирова есть какая-нибудь коммерческая, некоммерческая недвижимость, вклады в банках. Ну, мне об этом неизвестно. Но это в любом случае ситуация несколько нетиповая, когда исполнительное производство возбуждается не по месту жительства самого должника. В конце концов, приставы очень любят ходить в гости к должникам с целью посмотреть, нет ли в месте их жительства лишних ценностей, электрических приборов, с помощью которых можно этот долг погасить. Как бы они это сделали в данном случае, для меня тайна. Потому что Навальный живет в Москве, а приставы работают кировские. Ну, как-то нелогично. Ну, хорошо, спросим, приставов. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Вернемся через две минуты. Особое мнение на 101FM. Юрист Ян Чеботарев в нашей студии. Мы продолжаем. Есть еще две темы небольшие, которые я хотела, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, сегодня стало известно о том, что владельцы кировского теплохода Кировчанка, вместимостью 120 человек, а также руководителей предприятия, команду оштрафовали в общей сложности более чем на 230 тысяч. Причиной стало то, что судно использовалось без лицензии. Ни один из членов экипажа не был застрахован. Не было и страховки на случай причинения ущерба пассажирам или окружающей среде. Выяснила Кировская транспортная прокуратура. Собственно, после проверки ее результатов судно больше, как я понимаю, на рейд не выходило. Но до этого-то выходило. Как, Ян Евгеньевич, как? Ну, Аня, на самом деле, я знаю массу случаев, когда граждане неофициально присутствуют на рынке оказания подобного рода услуг. Очень часто, особенно в летний сезон, рекламируются услуги, связанные с предоставлением в аренду маломерных судов, для перевозки, организации каких-то поездок, пикников и прочее. То есть фактически оказываются транспортные услуги с использованием средства повышенной опасности. Вот. Тут вопрос. Почему-то, когда рекламируются медицинские услуги, там мы указываем лицензию. А когда рекламируются подобные услуги, лицензия, получается, не нужна. Это вопрос к законодателю с тем, чтобы внести соответствующие изменения в законной рекламе. Значит, тоже РЖД не указывает на наличие своих лицензий, когда объявляют о каких-то акциях. Некоторые недоработки, на мой взгляд, здесь имеют место быть со стороны государственной инспекции маломерных судов, гостехнадзора. Достаточно вольно стали относиться к контролю за вот подобного рода лицензируемые видами деятельности. Если теплоход Кировчанка в том состоянии, которое описывается в средствах массовой информации, плавал, другого слова не подберу, плавал, плавал, по реке Вятке. Но это очень хорошо, что руководство было оштрафовано, и, насколько я понимаю, сейчас сообщается, что данный теплоход поставлен на прикол как минимум до капитального ремонта. Зачем нам повторение второй Булгарии, например, которая, простите, потонула и унесла вместе с собой жизни достаточно большого количества наших сограждан. У нас население год от года уменьшается, и бороться нужно за жизнь каждого. В данном случае, я считаю, что одинаковый должен быть подход к контролю за деятельностью любых транспортных компаний, организаций, вне зависимости от их размера. Если у нас есть частная авиакомпания, она должна контролироваться так же, как Аэрофлот либо Победа. Если у нас есть гражданин, который сколотил из досок какой-то плотик, поставил палатку и сдаёт этот плот гражданам для отдыха, он должен нести такую же ответственность, простите, как Черноморское морское пароходство, либо Санкт-Петербургский речной порт, либо ещё что-то. То есть одинаковый должен быть подход к ведению бизнеса. И к малым компаниям, и к крупным. И к малым компаниям, и к крупным. Сам хоть в тазу ходи, а, простите, людей перевозить куда-то, рисковать чужими жизнями, это как минимум нечестно. А я правильно понимаю, что в обязательном порядке сейчас не существует такого, чтобы все подобные, скажем так, плавсредства, ну и другие, может быть, средства передвижения проверялись. Ну, плавсредства перед стартом сезона они должны проверяться. А как? Что вы, Аня, существует. А он же не маленький техноходик, то он же достаточно большой, на виду, постоянно, вот на вятке туда-сюда. Вот это как раз тот самый вопрос, который, я думаю, следует задавать и прохранитам органам, и этой же транспортной прокуратуре. Значит, во-первых, проходило ли данное судно соответствующую техническую поверку, технический осмотр, который любые суда проходят в соответствии со своим паспортом регулярно, маломерно, так вообще ежегодно, по-моему. Значит, если не проходило, то каким образом эта посудина оказалась в акватории реки Вятки? Ввиду всех. Да, еще и люди там, простите, ухитрялись кататься, слава богу, никто не пострадал. Как, простите, ловить бедного рыбака, который там, не знаю, лишнюю стерлядку поймал, так это у нас все готовы взяться за это дело. А как, простите, защищать жизни наших сограждан, которые десятками рискуют, непонятно почему. Ну, вот здесь возникают вопросы. Это очень важный вопрос, здесь его нужно поднимать регулярно. У нас такие подобного рода проблемы с любым транспортным средством могут быть связаны. Что с наземным, что с воздушным, что с морским, что с речным. В Кирове конкретно вот мы вопрос перевозок пассажирских междугородних поднимали, так называемыми легальными перевозчиками. Точно так же. Это же то же самое абсолютно. Начиная от того, что это сплошной уход от налогов, и причем они же ездят не скрываясь, что у нас органы правопорядка не знают, где можно сесть на вот подобного рода газельку, которая идет до Казани, к железнодорожному вокзалу выйдите или к автовокзалу и посмотрите, все увидите. И документы все можно проверить. Конечно. Еще одна тема, которую, наверное, мы с вами успеем обсудить, тема такая немножко новогодняя, я бы сказала. В Кирове задержали мужчину, бежавшего по улице с ящиком мандаринов, сообщают наши коллеги из службы новостей. Украл фрукты мужчина с прилавка магазина на глазах у продавца и покупателя. Ущерб составил почти 800 рублей. Мужчина признался, что был пьян. Оказалось, что недавно он вышел из тюрьмы или из колонии, где отбывал наказание за хищение. Теперь его обвиняют по статье 161, часть 1 УК РФ грабеж и грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет за ящик мандаринов, Ян Евгеньевич. Ну и сядет и по большому счету отчасти даже правильно сядет. Как это? Ну давайте я немножко поясню. Подождите, вот я все время путаюсь. У меня есть ощущение, что есть какой-то вот нижний или там верхний порог ущерба причиненного, там за который не наказывают лишением свободы, там в пределах трех тысяч рублей. Есть, 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 есть такое. 800 рублей. Давайте расскажу. Значит, подобного рода предел существует, безусловно, но не в отношении грабежа. Следует отличать открытое хищение чужого имущества, грабеж. Вот тайна хищения чужого имущества, то есть кража. Если человек в магазине, например, тихонечко украл килограмм мандаринов, ящик мандаринов, положил, да, запихал по карманам и попытался это вынести, был на кассе остановлен, пойман, то есть совершил кражу на достаточно небольшую сумму, это административное правонарушение. А если человек дерзко и нагло, открыто, на виду у всех, похитил зубочистку стоимостью одну копейку, либо отнял у человека, прохожего, сигарету стоимостью, ну, рубль, к примеру, это грабеж. И в отношении грабежа никакого административного наказания не предусматривается. Даже открыто похищенная копейка, либо рубль, это уже образует состав, фактически, преступления. А если, простите, человек еще при подобного рода деянии использовал что-то похожее на оружие, либо холодное, либо, упаси боже, огнестрельное, то это вообще разбой. А там сколько? А там, Аня там очень много. И на мой взгляд, это абсолютно оправдано. Человек совершил откровенную глупость. Да, безусловно, отправляться в тюрьму за ящик мандаринов. Слушайте, мы четыре года его кормить будем, этого человека, получается? Может быть, не очень сладко, конечно, там кормят в местах лишения свободы, но, тем не менее, бюджет же его будет содержать? Ну, сладко точно там ничего не бывает, но, Аня, тут вопрос другой. Непосредственно за 800 рублей, вот за данный случай, может быть, его можно было бы простить, но здесь общество защищается от подобного рода, простите, неадекватных суграждан. Если человек наплевал на возможный риск достаточно длительной посадки в места лишения свободы за 800 рублей, он точно так же... А вы думаете, он настолько юридически погружен в это все, что он понимал, что это будет грабеж, а не хулиганство, там еще что-то? Здесь никого не интересует, что он понимал или не понимал. Он сам признался, что он осознавал, что он видел, что люди за ним наблюдают, он понимал, что это открытое хищение имущества, и я пытаюсь сказать о том, что общество, предусматривая вот даже за подобного рода, казалось бы, незначительные деяния, достаточно суровые наказания, защищается от еще более неадекватных поступков таких граждан. Он ведь дальше может, простите, за сигарету человека просто ножичком в бок ткнуть, если ему откажут. И что дальше? Законы писаны для всех. Если человек, тем более, простите, ну хорошо, отсидел там, захотел где-то что-то покушать и прочее, нет работы и прочие вещи, ну, найди возможность либо устроиться на работу, либо попроси помощи. Ну, здесь-то что? Ну, и ящик мандаринов, это не ящик мандаринов, это посягательство на чужую собственность, это посягательство на общественные отношения, связанные с исполнением законов. И на общественную безопасность. И на общественную безопасность. Где разница? Вот 800 рублей, а если бы он, простите, бриллиантовое кольцо украл? Да бог с ним бриллиантовое кольцо. Продавец бы, например, схватился за этот ящик, не стал ему его отдавать, и данный товарищ, возжелавший витаминов, находясь в состоянии легкого алкогольного или там среднего алкогольного опьянения, действительно ударил бы его по голове и убил. Легче бы было кому-то? Никому. Поэтому здесь, на мой взгляд, в подобных родах наглых деяниях, сумма причиненного ущерба никакого значения не должна быть. Не должна иметь. Вот так говорит юрист Ян Чеботарев. В общем, все непросто. Я-то думала, что здесь такая интересная коллегия. Зашел в банк, всех положил, взял рубль, и за что же его сажать? И ушел. Закон надо уважать. Благодарю Яну Чеботареву, нашего гостя, юриста, за особое мнение. Прощаемся на этом, но еще, думаю, встретимся. До свидания. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM